А вот видишь, когда-то ты и с Мариной вот брызгался. Да, матичкой брызгались, да? А сейчас она отдыхает. До выпуска еще. А я выручаю. А мы готовы продолжать. Напоминаем, что сегодня мы говорим об отпуске, о его насыщенности. И если вы вдруг... О новых путешествиях, в том числе. Если вы устали от бесконечных перелетов и жарких стран, от вот этих пляжей, правильно? Тогда сделайте выбор в пользу Урала. Сплав парики — это отличный отдых на природе. Вы погружаетесь одновременно в четыре стихии. На славе царит атмосфера гармонии и романтики. Вас ждет чудесный отдых раз, вкуснейший ужин два. У костра, естественно, с песнями, под гитару, банька, ночлег на берегу реки, в палатках. И все это в окружении сказочных видов и прекрасных людей. Ну и слегка комаров. Ну, главное, где-то их и даже нет. Так вот, подробнее о турах нам расскажет наш гость Андрей Носков, организатор сплавов и походов по Южному Уралу. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Андрей, давайте начнем с простого вообще вопроса. Сколько рек и какие самые популярные? На территории области. Да. В Челябинской области у нас более трех тысяч рек протекает. Самые популярные для сплава считаются это река Ай, Уфа, Юрюзань. И они как бы более безопасные. Есть реки категорийные, которые... Для экстремалов, да? Для экстремалов, да. Для спортсменов, да? Они... Давайте будем про спокойные говорить сегодня все-таки. А то сейчас услышат и поедут. Они получаются полноводные. Это уже другая тема. Это тема следующая, Юра. Да. А вот вы сказали о безопасности, Юрюзька. Извини, а все-таки сплав это опасный или безопасный? Вид отдыха. Вот если бескатегорийные сплавы, это безопасный. Как бы можно и с детьми, с семьями сплавляться по нашим рекам. Семь на плаву, ты спокойненько расслуждаешься. Но подождите, не во все время, правильно? Надо определенное выбрать. Ведь в начале весны, наверное, это будет все-таки более опасно или нет? Да, в начале весны, конец апреля, начало мая, конечно, реки полноводные, глубокие. Лучше воздержаться, да? Ну, если нет опыта, конечно, лучше воздержаться. Вот по поводу опыта, нужна ли какая-то подготовка, чтобы вот сейчас в спокойное время отправиться на сплав? Да, специальные подготовки, как бы. Не требуется? По нашим рекам здесь, которые Ай, Юрюзань, Уфа. Ну, вы же, Сироп, профессионал на плаву находится, да, в этот момент? Конечно. Да, сопровождающий группу. А как вообще к этому вопросу подойти? Я всегда мечтала о сплаве и с какой-нибудь группой, естественно, отправиться. Как это делается? Нужно вот просто вот я хочу или нужно собрать себе какую-то команду? Или у вас есть команда уже? Сейчас много организаторов занимается сплавами. Как бы можно... Можно влиться, да? Да, влиться с ними в группу, либо собраться самостоятельно. А если самостоятельно, это какое-то разрешение дается или нет? Ну, обязательно нужно повестить МЧС. Когда уходите куда-то на сплав, нужно предупредить друзей, родственников, что с кем пошли на сплав, по какой реке пошли, ну и как будет проходить маршрут. Ну, это должен сделать лично мы или это должен сделать организатор и тот человек, который сопровождает нас? Да, если идете с организатором, то это делает организатор. Если идете самостоятельно, то нужно это сделать самостоятельно. А вот вы, когда организуете туристы, сколько человек на плату? Какую компанию нам станете собрать, чтобы отправить свой отпуск? Ну, катамараны в среднем 6-8 местные. Рафты тоже, бывают сплавы на рафтах, бывают катамараны. Рафты тоже они 8-местные все. Значит, мы собираем компанию из 6 человек, плюс наряжение, плюс специалист, который все подскажет, да, и можно отправляться. А это затратно? Ну, в среднем сплав обходится однодневный от полутора тысяч рублей. Над человеком? Да, с трансфером из Челябинска. Гениально. А если с ночевочкой хочется? Если с ночевой, от двух с половиной. Ну, это тоже с трансфером, с питанием. А, еще и с питанием. Степ, мы все-таки заработали на отпуске, я думала, что нет, но все-таки не работает. Питание с собой брать не надо, да? Да нет, как бы все это... Да, все включено. Да, если организатор, все. Ой, позабо. Спасибо, спасибо огромное за беседу. Спасибо, да. Мы собираемся точно в сплав. Я думаю, что у вас тоже есть такая возможность, но мы напоминаем, что у нас сегодня в студии в гостях был Андрей Носков, организатор сплавов и походов по Южному Уралу. Так что, друзья, катайтесь, плавайте по нашим рейтам. Катайтесь. Это замечательно. Ну, а самое главное, что отправляясь в путешествие, каждый задумывается о финансовом вопросе, а именно, как спрятать деньги, чтобы их никто не украл. И нам в этом подскажут в рубрике «Полезный лайфхакер». Продолжение следует. Продолжение следует.